Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Второй выпуск сразу у нас сегодня. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу журналист Ксения Ларина. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Но у вас ведь есть также и актерское образование. Вы окончили ГИТИС и играли в театре имени Пушкина, в театре Сатирикон. И после августа 1091 года вы ушли. Почему актерская карьера не сложилась? Ну почему же она сложилась? Но сложилась ровно настолько, насколько сложилась на 5 лет. Просто я могу объяснить. Конечно же это была моя мечта. Я мечтала быть актрисой, мечтала с самого нежного детского возраста. И бабушка у меня была актрисой. Поэтому эта мечта была естественная. Я занималась в театральной студии, поступила со второго раза в ГИТИС. Ну в общем, это была мечта. Я проработала в театре Пушкина несколько лет, еще будучи студенткой театрального вуза. Потом работала в театре Сатирикона Константина Райкина. Ну а потом началось другое время. Я просто могу объяснить, в чем дело. Дело в том, что я закончила этот институт в 1985 году. И только-только-только все начиналось. Новая жизнь общественно-политическая в стране. Воздух свободы сыграл злую шутку не только с профессором Пришнером, но и со многими моими товарищами по поколению. Поэтому тот выбор, который мы делали, будучи, живя в глухом советском времени, он был совсем другим. И то будущее, которое мы предполагали, поступая в институты в конце 70-х годов, в начале 80-х, оно совсем по-другому виделось. У всех была достаточно понятная, спланированная жизнь. И никаких неожиданностей не предполагалось. И когда вдруг страна стала просыпаться, и когда вдруг мы поняли, я во всяком случае поняла, что жизнь и страна может быть другой, то, конечно же, мне захотелось в этом участвовать. Именно этим и объясняется переход из театральной жизни в жизнь журналистскую. Потому что тогда, в перестроечное время, в конце 80-х, в начале 90-х, журналистика это было самое, скажем так, то, что было необходимое. То, что человек имел возможность быть услышанным, человек имел возможность изменить мир, человек имел возможность влиять на умы других товарищей людей. Так что для меня это был естественный переход, скажем так. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, не сложилось. Она сложилась, просто она не моя. Вот то, что я поняла в какой-то момент, что мне гораздо интереснее другая жизнь. То есть не сожалеете, что ушли из театра? Ну, конечно, это была травма. Конечно. Потому что ты этому много отдаешь, ты об этом много мечтаешь. Конечно, травма была. И когда я ушла, я какое-то время вообще не могла переступить порог своего театра, из которого я ушла с кровью и с болью. Ну, ничего потом преодолела. И театр все равно остался моей любовью. Потому что сколько лет я работаю в журналистике, и все равно театр – это моя любовь. Я без него задыхаюсь. И пишу много о театре, и говорю много о театре. И, естественно, не пропускаю спектаклей главных и значимых. И как бы весь мир театральный, он все равно мой, остался моим, любимым. Вот если говорить о переходе, насколько он был прост с той точки зрения, что актеры все-таки, ну, известно, что это лицедеи, они играют, они примеряют другие маски, они играют образы. А журналистика – это такая честная история. Ну, во всяком случае, в идеале, если мы говорим о журналистике, когда, в общем-то, человек не играет и не надевает маски. Вот этот переход сложен был для профессиональной актрисы стать журналистом? Ну, я вам скажу так, что у меня мое образование актерское, мой опыт актерский очень сильно помогает в моей журналистской жизни. Потому что начинала-то я как пишущий журналист. Я писала всегда, мне нравилось писать. В школе я была таким самым песучим человеком, и все у меня списывали сочинения. Я никогда не пользовалась какими-то шпаргалками. Я любила писать, формулировать свои мысли. Может быть, они такие оригинальные, но мне нравилось делать это самой. И когда я начала писать, была такая газета «Мегаполис Экспресс» в перестроечное время, она была очень приличная. Это не то, во что потом она выразилась, если кто-то помнит. Она стала таким в какой-то момент символом желтой прессы. Сейчас, по-моему, вообще ее не существует на свете. А тогда был такой вполне себе приличный еженедельник. И я там писала на культурную тематику, писала и про кино, и про театр. И параллельно начала делать такие театральные обзоры на радио «Россия ностальжи». Было такое совместное российско-французское радио, где работал мой папа, был главным голосом этого радио. Вот он меня позвал делать такие вот маленькие обзоры. Собственно говоря, тогда и «Вардник псевдоним». Потому что это было еще в советское время, и мне не разрешили выходить в эфир под своей фамилией, которая была фамилией моего отца, который был главным музыкальным ведущим радиостанции. Поэтому надо было придумать псевдоним какой-то. И вот мы такое простенькое придумали. Получилось тогда будет «Ксения Ларина». Вот с этой «Ксения Лариной» я пришла потом на «Эхо Москвы». И одновременно и писала, и говорила. Но потом нужно было сделать выбор, куда идти, собственно говоря, уже в штат. Надо было выбирать. Я выбрала радио, и мне кажется, что как раз я и выбрала его, потому что мне в нем легко существовать. Я в нем чувствую себя хорошо. Да, в этом есть... Я чувствую себя как на сцене, безусловно, конечно. Хотя не могу сказать, что я играю у кого-то, это уже смешно даже об этом говорить. Я абсолютно такая же, как я в жизни. Просто мне, естественно, этот опыт и образование актерское, конечно, помогает существовать в прямом эфире, безусловно. Ну вот если говорить о псевдониме, какое у вас отношение к вашей теперь уже однофамильце, Татьяне Лариной и пушкинскому персонажу? Понимаете ее? Ну да. Ну, собственно, отсюда и родился псевдоним. Возникло сначала. Мы думали там с моим товарищем, как нам придумать, что не такое простенькое, красивое, может быть, такое литературное. Ну вот Ларина сначала возникла. Ларина. Оксана Ларина как-то не звучит. Пусть будет Ксения Ларина. Ну вот Ксения Ларина и получилось. Ну а как, Ксюшка, какое мы отношение к Татьяне Лариной? Ну, хорошее. Ну и в современном обществе Татьяна Ларина? Мне эта женщина приятная. Она на меня похожа, конечно. Ну в современном обществе Татьяна Ларина, ее образ – это пример женщины достойной? Как вам кажется? Ну не знаю. Или Ольга все-таки? Не знаю, не знаю. Нет, все-таки для меня это слишком далеки, эти персонажи. Совсем, совсем далеки. И они прекрасные. Они в такой дымке, в таком флоре уже шлейфе различных мифов, мифологий. И многие вещи, конечно, мы помним наизусть со школьной программы. Но это не мои героини. Нет. Но герой нашего времени кто он, как вы считаете, вот сегодня? Герой нашего времени? Вы имеете в виду литературный? Да нет, я даже имею в виду человеческий. Вот в современном обществе кто востребован как герой сегодня, как вы считаете? Ну, если говорить о характеристике, как мне кажется, какие люди сегодня важны, могут быть примером для, если не подражания, а то примером для поведения, да? Это, конечно, люди бесстрашные, смелые, отважные, готовые сопротивляться, мейнстрима готовы сопротивляться каким-то, скажем так, к вещам общим, которые сегодня являются. Я вот тут уже боюсь переходить эти такие тонкие границы. Все, что вы скажете, все, может, потом использовано, да. Использовано, да. Использовано, да, против меня. Поэтому так скажу. Да, сегодняшний герой для меня – это человек, способный говорить то, что он думает, способный критически смотреть на окружающий мир и на мир, в котором он живет, и на свое окружение. Человек, у которого амбиции серьезные, общественные, скажем так. Человек, который способен, как ему кажется, изменить этот мир к лучшему. Который не боится быть смешным, не боится становиться изгоем, не боится быть одиночкой, не боится быть в меньшинстве. Ну, собственно говоря, все, которые сейчас меня слышат, кто-то из людей, которые знают ситуацию в России, наверное, узнали в этом портрете моего героя. Мой герой сегодня – это Алексей Навальный, безусловно. И мне кажется, это главный герой сегодняшнего дня. Мне очень нравится этот человек. Я за него переживаю, я за него болею. И очень рассчитываю, что когда-нибудь все-таки он добьется победы. Ну, кстати, многие оппозиционеры или люди, которые причисляют себя к оппозиции, к либеральному лагерю, они считают, что как раз Алексей Навальный – это та фигура, которая культивирует вождизм уже внутри, скажем так, либерального сообщества. И он, в общем-то, очень похож на Владимира Путина. Об этом, кстати, Станислав Белковский неоднократно говорил и в нашем эфире в том числе. Такой тоталитарный режим в его штабе, по крайней мере, как говорят об этом. Что думаете по этому поводу? Ну, я категорически не согласна. Я Алексея, конечно, так близко не знаю, как Белковский. Может быть, у него какие-то свои тайные есть знания об этом человеке. Я что вижу, то вижу. Я с ним несколько раз встречалась вот так, как с вами в интервью только, естественно, задавала ему вопросы. Вот. По-моему, он человек очень порядочный. Мне нравится его семья, мне нравится, как его поддерживает жена. И то, что касается вождизма, я совершенно не согласна. Он честный парень. И люди, которые за ним идут, скажем так, они это понимают, что те требования, которые, может быть, он выдвигает и предъявляет обществу, он прежде всего предъявляет себе. Вот его в этом смысле упрекнуть нельзя ни в чем. Он не прячется ни за чьи спины. Он всегда говорит то, что он считает нужным. И он всегда говорит своим соратникам и людям, которые за ним идут, что вы должны понимать все риски возможные, которые последуют после того, как вы примете это решение, быть рядом со мной, исповедовать те ценности и те идеи, которые исповедую я. Это риск, безусловно. Ну, а что он сам не рискует? Боже мой. Ну, человек у нас сидит без конца в тюрьме. Ну, если так суммировать все количество этих дней, которые он провел в тюрьме, это уже сколько сроков он отсидел. Я уж не говорю про его ближайших родных и близких, которые страдают до него. И это тоже надо понимать. Олег, вот его брат, который недавно вышел из тюрьмы, человек, который сел, потому что это невинный человек, отсидел какое количество лет, да, в тюрьме, в лагере и не сломался. Никакого вождизма я здесь не вижу. Он готов объединяться со всеми, кто... Понимаете, вождизм я вижу в других политиках на этом поле под названием либеральная оппозиция, да, там есть свои вожди, которые не могут, что называется, уступиться принципами. Алексей не из таких. Они, кстати, в этом смысле очень похожи с Борисом Немцовым, который вот всегда как раз этим, чем невероятно привлекал многих людей, и меня в том числе, что он был готов пожертвовать лидерской позиции, своими амбициями ради общего дела. И всегда, когда речь шла о каких-то общих коллективных акциях, всегда старался уйти на второй план, если понимал, что лучше сейчас, чтобы на первом плане был кто-то другой. Я думаю, что Алексей в этом смысле не похож за Борисом. Вот Орл писал в 1984, что во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм. Насколько сегодня тяжело работать оппозиционным журналистом в России? И, возможно, все-таки оппозиционные журналисты – это неправильная формулировка, но есть уже устоявшиеся стереотипы, которые относятся к журналистам «Эхо Москвы», «Новые газеты» и так далее. Вот о стереотипах и о правде что скажете? Ну, конечно же, тяжело, потому что очень мало осталось людей, вряд ли это можно сказать, конечно, оппозиционной журналистикой. Ее такое сделала власть нынешняя. Это она так считает, что люди, которые пишут правду и говорят правду, называют вещи своими именами – это оппозиционные журналисты. Это нормальные журналисты, а те, которые врут, которые занимаются пропагандой – это ненормальная, аномальная журналистика, и не журналистика вовсе. Все-таки, опять же, повторю, к началу нашего разговора, все-таки в сознательном возрасте я жила в советское время, и всю эту журналистику, в кавычках, видела каждый день, круглые сутки, на экранах наших центральных телевизоров и в передовистах нашей центральной прессы. В этом смысле ничего не изменилось. Просто лицемерие даже стало больше и подлости со стороны журналистики. А то, что касается оставшихся в живых, что называется, ну, тяжело, тяжело, конечно, тяжело. Я понимаю молодых людей, которые для себя этот выбор делают в какой-то момент и думают, если я остаюсь в России, если я хочу заниматься журналистикой, то что мне делать? Куда мне деваться, если я хочу писать правду? Некуда деваться. Да, вы правы, вы назвали два издания, в которых сегодня существуют еще приличные люди в профессии. Это «Новая газета», безусловно, и «Эхо Москвы», безусловно. Хотя мы тоже все разные. Мы очень разные люди. И на их разные работают, и в «Новой газете» работают разные люди. Это не секта. Слава тебе, Господи. Но все равно это личный выбор каждого человека. Очень трудно. Я вам скажу, мне кажется, что мне это как раз легче. Потому что у меня есть гарантированный эфир, и я знаю, где я могу сказать свое слово. И никто мне слово не скажет по этому поводу. Никакой главный редактор не скажет мне, что ты такое сказал. Нет. Я могу позвать кого угодно, могу говорить то, что я считаю нужным, и то, что я думаю. И ничем мои суждения о сегодняшней жизни, которые я высказываю в частных беседах дома или с друзьями, не отличаются от того, что я говорю по радио. В этом смысле я честна. Это не мои заблуждения искренние и честные. Ну а что делать людям, у которых нет такой возможности говорить, хотя они и являются журналистами. Мы с вами же видим, какой сегодня бум на новые медиа, так называемые. Я имею в виду, прежде всего, сетевые, YouTube, интернет. Это тоже ведь не от хорошей жизни. Какие там люди возникают, талантливейшие. Какие люди возвращаются в профессию на этом поле. Леонид Парфенов, Таня Лазарева, я еще могу нескольких людей назвать. Не говоришь про Юрия Дудя. Так что, да, сегодня возможность говорить публично в России практически отсутствует в легальном поле. Практически отсутствует. Это надо понимать. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Журналист Ксения Ларина с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Аванин доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу журналист Ксения Ларина. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Телефон у прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также задавайте вопросы по WhatsApp 230-6191. И у нас есть звонок, с него и начнем принимать звонки. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Задавайте вопросы. Пожалуйста. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот те сведения, которые Навальный по коррупции опубликует, это, конечно, феноменально. И совершенно очевидно, что ему их поставляет вопрос «Кто?». Второй вопрос. Любому другому бы, так сказать, или блогеру, или журналисту уже давно бы посадили. А Навального почему-то не трогают. Вот второй вопрос. Почему? Да, спасибо вам. Вот два таких вопроса. Отслушайте. Это истерия. Почему вы, если вы такой смелый, почему вас до сих пор не убили? Обожаю эти вопросы. Значит, то, что касается источников Алексея Навального. Конечно же, ему кто-то это поставляет. Конечно же. И, на мой взгляд, если это правда, то абсолютно неважно, кто ему это поставляет. Какие-то вещи он сам находит, какие-то вещи ему предлагают, какие-то вещи ему приносят, которые до него доходят через какие-то анонимные источники. Но, во-первых, Алексей Навальный и, собственно говоря, его команда в фонд борьбы с коррупцией, не только он один, они занимаются именно расследованиями. И все, что они получают из любых источников, анонимных или открытых, или закрытых, они подвергают тщательному исследованию, тщательной проверке. И вот только тогда Алексей Навальный, когда они уверены в том, что это все соответствует действительности, и только тогда это доходит до ваших ушей и до ваших глаз. А что касается второго вопроса, я даже на него отвечать не хочу. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните нам. Да, ну вот в интервью год назад вы говорили о том, что, я процитирую, идея кого-нибудь грохнуть в воздухе носится. И рассказывали о том, что в соцсетях регулярно вам поступают какого-то рода угрозы. Насколько опасно сегодня быть оппозиционным журналистом на территории России? Ну, на этот вопрос вам отвечает действительность суровая, да, потому что мы видим, какое количество журналистов подвергается не только угрозам, но и реальным нападениям, и избиениям. А скольких убили за это время? Конечно, все это очень серьезно. Конечно, в каких-то вещах это заказное убийство, как в случае с Анной Политковской, допустим, с трагическим, ужасным и трагическим случаем. Ну, собственно, еще можно назвать, я вот не знаю, Павел Шеремец, который погиб в Киеве. Он в Киеве, да, был убит? Да, да, в Киеве. Я не знаю, до сих пор не расследовано это убийство, и непонятно, кто это сделал, чьи люди. Очень сложно тут сказать, когда угрожают, когда тебе угрожают, когда ты получаешь разного рода угрозы от всяких непонятных людей в личных сообщениях, в личной почте. Очень сложно сказать с уверенностью, а эти угрозы, они притворятся в жизни? А придет кто-нибудь и даст мне по голове или нет? Мне кажется, вот понимаете, вот у нас была трагическая история с Наехи, вы, наверное, слышали об этом, когда нашу ведущую, нашего журналиста Таню Фергенгауру ножом порезали. В общем, напал человек, которого признали невменяемым, непонятно вообще, что это за человек. Можно, конечно, сказать, что он больной, типа, да, вот у него голоса в голове, и он пришел и убил. Можно сказать и так. А с другой стороны, у меня перерастались вопросы. Я не понимаю, почему у этого человека был план расположения нашей редакции. Каким образом человек, который впервые в жизни зашел в 14-этажное, простите, 24-этажное здание на Новом Арбате, каким образом он миновал охрану, каким образом он пришел в лифте на 14-й этаж и точно знал, где находилась в это время Татьяна. Каким образом? У него обнаружили там план, нарисованный на бумажке. Кто этот план ему дал? Так что вопросов очень много. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, опасно, да. Ну, угрозы реальны ли они? Конечно, да. Это же реальные люди пишут. Послушайте, конечно же реальные. Кто эту угрозу исполнит? Человек, которому заплатили тысячу евро, или человек, у которого крыша поехала, и которого использовали в темную, или просто группа каких-нибудь фанатов, больных, на голову. Это уже не имеет никакого значения. Такова атмосфера сегодня в стране, отвечая вам тоже абсолютно точно, которую формирует, прежде всего, телевизионная пропаганда. Она сегодня такова, что есть враги народа, а есть друзья народа. Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы к любым угрозам относиться всерьез. Если ты представляешь сторону так называемых врагов народа. То есть людей, которые не в общем массе. Не в тех 86 или сколько там процентов, которые полностью поддерживают и разделяют политику сегодняшней власти, политику руководства страны, любых ее проявлений. Вы после ситуации с Татьяной по просьбе Алексея Венедиктова, главного редактора Москвы, покинули страну. Был ли у вас страх в этот момент, вы сами это когда заявили, что было принято решение о вашем временном отъезде из-за ваших высказываний? Боялись? Страх? Только всегда был страх, да. Страх был. Я вообще испугалась, да. Бывает, понимаете, в чем дело. Я не знаю, почему я под таким, скажем, особым пристальным вниманием товарищей из телевизора, что бы я ни написала, обязательно где-нибудь, обязательно чего-нибудь ко мне пристанут. То Михалков привяжется ко мне, что начинает препарировать какие-нибудь мои записи из Фейсбука пятилетней давности, то Дмитрий Киселев, я уж не говорю про моего товарища, в кавычках, Владимира Соловьева, который регулярно поминает меня о добром слове. Я ведь, понимаете, я одна из многих. Я не являюсь ни гражданским активистом, я не уступаю на митингах, я не собираю митинги. Ну вот, да, я в них всегда участвовала, когда я в Москве, я всегда участвовала в тех протестных акциях просто как гражданин обычный. Никогда никуда не лезла никаким микрофоном. Ну, то, что я делаю свою работу, то, что я пишу у себя в Фейсбуке, это, в общем, моя жизнь личная, моя частная жизнь. Но, видимо, я что-то чем-то раздражаю. Раздражаю не я, не понимаю, в чем дело. Ну, что делать? Конечно же, мне от этого плохо. Кому-то от этого хорошо. Давайте я вам так скажу. Есть люди, которые получают от этого физиологическое удовольствие. От этих бесконечных преследований, от угроз. От того, что их имя полоскают во всех газетах и журналах. От того, что их называют последними, обзывают последними словами. Поливают по-моему и дерьмом. И они получают удовольствие. Мало этого, строят на этом целые карьеры свои. Я не из таких людей. Мне это не нужно совершенно. Поэтому, да, реально, я себя чувствую плохо. Когда вокруг меня начинается вот такая вот возня. На мой взгляд, совершенно неоправданная. У нас еще звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Вы знаете, хотелось хотя бы пару вопросов. Алексей меня зовут. Да, Алексей. Задать. Как она относится к тому, вот сейчас вот зашла речь по Эхо Москвы и так далее. Что Эхо Москвы как бы всегда уже пробивает. О, приглашает всех странных персонажей, прикрываясь, как сказать, толерантностью мнений. Но вот последнее было интервью на Эхо Москвы с Герасченко, по-моему, этот депутат Думы, который фотографировался на фоне сожженных людей в Доме профсоюзов в Одессе. И этот персонаж почему-то интервьюировался тем же Эхом Москвы. Вы имеете в виду Верховная Рада депутата, вероятно? Да, Верховная Рада, да, виноват, виноват. И она считает, что это нормально, что вот эта та линия, которая ее радиостанции, где она сотрудничает, придерживается, это нормально. Таких сволочей можно приглашать на радио. Да, и второй вопрос у вас тоже будет? Да, второй вопрос так просто кратко. Я, конечно, против каких-то силовых мешальцев и так далее. Но, знаете, как-то странно совпадают все эти расследования Навального и другой либеральной, так сказать, общественности с желаниями врагов России, зарубежных в основном, да, как-то унизить или там какие-то акции предпринять против России. Все у них как-то так совпадает. Вы знаете, гнать на собственную власть, это как-то совсем не надо думать, что делать. А вам нравится власть в Латвии, например? Кстати, Алексей. Кто? Власть в Латвии нравится вам? Вы знаете, я вообще, честно говоря, знаю мало стран, в которых гражданам нравится власть. Ну, вот, мне кажется, это ответ на ваш вопрос. Ну, хорошо, мы переадресуем его Ксении, да, спасибо вам. Да, Ксению. Я не очень поняла про первый вопрос, там как-то связь прерывалась, можно как-то мне его расшифровать? Я так понимаю, что речь идет о господине Герасченко, который является депутатом Верховной Рады, в прошлом был представителем МВД Украины, который был у вас на интервью и, видимо, комментировал ситуацию с Дома профсоюза 2 мая, напомню, очередная годовщина этой трагедии, которая произошла. И в чем вопрос? Нужно ли приглашать таких людей? Таких сомнительных персонажей, по мнению нашего радиослушателя? Ну, я с господином Герасченко не знакома, я с ним лично не бесстеговала, вполне возможно, что в качестве ньюсмейкера он присутствовал в нашем эфире, хотя вряд ли он был в студии, наверняка это был разговор либо по телефону, либо как-то иначе. Но дело не в этом. Я просто услышала, что надо ли сволочей приглашать в эфир. Сволочей, я не знаю, Герасченко, я не буду оценивать с этой точки зрения, но сволочей, безусловно, всякого рода, безусловно, надо звать в эфир. Конечно же, да. Если всерьез отвечать на этот вопрос, который, понятно, я понимаю подоплеку этого вопроса и понимаю, что этот слушатель, как-то он все ответы на эти вопросы на свои знает заранее, поэтому это скорее такой крик в адрес мой, как представителя с его точки зрения гнилой либеральной общественности. Значит, повторю, в эфире радиостанции, если она себя считает радиостанцией объективной и профессиональной, должны быть разные люди в качестве гостей, я имею в виду. И те, чьи мнения, например, я разделяю, или те, чьи мнения я не разделяю, или даже чье мнение я презираю, как ведущий. А другой же вопрос, как строится разговор на эту тему. Тут уже дело журналиста быть, что называется, подставкой для микрофона, всем известно это выражение, либо человеком, способным какие-то контраргументы предъявлять, если речь идет о каком-то уж совсем наглом, наглой подтасловке фактов или вранье, или фальсификации. А что касается Навального и вот этого всего остального, это тоже я позволю себе на эти вопросы не отвечать, тем более, что это даже повторю, это не вопрос, это крик, это как бы проблема человека, который так считает. Ну вот несменяемость власти в России, как вы к ней относитесь? Плохо, конечно. Слушайте, я при Брежневе прожила, получается, меньше, чем при Путине. Я родилась при Хрущеве, да, а потом был Брежнев, всю мою сознательную жизнь, и потом последние годы были еще там парочка персонажей, Андропов, Черненко, вот, а потом, потом был Ельцин совсем немного, а потом, вот, смотрите, у меня ребенок родился, свой сын при Путине. Понимаете? И вот и живет всю жизнь, это целое поколение. Это ужасно. И это ужасно во всех смыслах. Даже если бы это был солнцеликий президент на самом деле, да, это все равно было бы ужасно. Поэтому, конечно же, я к несменяемости власти отношусь плохо. Власть должна меняться. И, кстати, вот в этом смысле Украина дает нам прекрасный пример. Можно сколько угодно по этому поводу изгаляться, смеяться, но факт остается фактом. Страна отказала, что я хочу другого и выбрала другого. И ничего страшного не произойдет. То же самое, как в Америке. Помните, как, когда Трамп появился, все кричали, Америка ты одурела, да? С ума сошли, кого они выбрали. Как так может быть? Ничего. Выберут другого, если захотят. А может быть, захотят и этого оставят. Так что надо к этому относиться спокойнее, ничего страшного в этом нет. Ну, вот не так давно на радиостанции «Эхо» Москвы были выборы. Выборы главного редактора. И победил Алексей Венедиктов. Наверное, выбор был, может быть, очевиден для кого-то. Как вы относитесь к несменяемости власти на вашей радиостанции? Я даже не могу себе представить, каким образом можно сравнивать руководство страной, руководство коммерческим предприятием. Ну, очень многие, кстати, в интернете, ваши недопреживатели, сравнивали эту историю. Это вообще не может быть никак, не даже сравниваться никак, да? Потому что все-таки быть руководителем страны – это не руководитель завода или предприятия, или не главный редактор газеты. Это совсем другое. Здесь другие работают ресурсы, другие работают процедуры, в конце концов, выбора. И это частное дело вообще нашей маленькой корпорации под названием «Радиостанция «Эхо Москвы», где там, сколько там человек, не знаю, меньше ста человек работают, которые, да, такой выбор делают. Извините мне, «Радиостанцию «Эхо Москвы»» создал Венедиктов Алексей, главный редактор. Вот и все. Это его детище. Как можно, как можно по-другому. Тем более, понимаете, когда речь идет, допустим, о главном режиссере Государственного театра, вот тут у меня вопрос возникает. Почему главный режиссер Государственного театра, это мне ближе эти аналогии просто, да, он находится у власти несменяемой в течение 70 лет, пока его там вперед ногами не вынесут. И все понимают, что человек уже в возрасте, что у него уже и какие-то творческие потенции совсем иного уровня, что он многие вещи уже не может, ну, как-то неудобно. Но с другой стороны, Государственный театр, это же государственный театр. Вот там как раз, как мне кажется, государство должно в это дело вмешиваться и регулярно какую-то ротацию устраивать. А что касается частной корпорации, вы меня извините. Вон, уберите там Илона Маска, допустим, да, ну, со своей корпорацией. Давайте сделаем, зачем, да, пусть будет ротация. Пусть вместо Илона Маска будет Иван Тупкин. Ну, нет, спасибо, мы лучше со своим Венедиктовым доживем этот век. Ну, опять же, ваши оппоненты, они нередко акцентируют внимание на том, что радиостанция «Эхо Москвы» принадлежит «Газпром-Медиа», «Газпром» — это государственная корпорация, и таким образом видят связь между российским государством и частной радиостанцией. Вот что думаете об этом? Не знаю, мне сложно, я боюсь ошибиться в каких-то экономических вещах, я знаю только одно, что да, безусловно, контрольный пакет акций у корпорации «Газпром», которая все равно, да, это корпорация, у которой контрольный пакет акций. Ну, я знаю по всем, у нас есть директор, кстати, радиостанции «Эхо Москвы», который является представителем как раз «Газпром-Медиа», но редакция существует абсолютно автономно, это раз. Этот принцип у нас по уставу не имеет права никакие учредители вмешиваться в редакционную политику «Эхо Москвы», редакционная политика «Эхо Москвы» отвечает лично главный редактор, это раз. Во-вторых, все эти мифы о том, что мы существуем на деньги «Газпрома», вот я вам говорю, как человек, который работает здесь почти 30 лет, мне про мою зарплату все хорошо известно, понимаете? Это не «Газпромовские» зарплаты. Конечно, я мечтала бы, чтобы у меня были такие зарплаты, как у «Газпромовских» менеджеров, но, увы, к сожалению, это не так. У вас, кстати, нет профессиональных амбиций стать главным редактором? Нет, «Газпром-Медиа», это очень тяжелый труд. В нашей стране вообще, я преклоняюсь перед Алексеем, я понимаю, как ему тяжело, и мне кажется, что люди, которые начинают там поливать его дерьмом, что он там как будто продался, что он там кремлевский рупор, вы поработаете в наше время, вот в наше, в сегодняшнее время, главным редактором крупнейшей радиостанции, которая считается независимой по убеждению. И никто не имеет права нам предъявить никаких претензий по этому поводу. Послушать наш эфир, посмотреть, какие люди там выступают, и какие журналисты там работают. Какой тут «Газпром», какой тут рупор Кремля? Да, ему приходится вертеться, Алексей, безусловно, он нас прикрывает. И мы за это, я могу тут от имени даже коллектива точно сказать, что мы за это ему очень благодарны, потому что все репутационные риски несет лично он, а не мы. Мы все такие белые и пушистые, такие все независимые, а ему тяжело, да, конечно же. Поэтому, безусловно, приходится между молотом и наковальней вот так существовать. Но если бы не он, это я говорю без всяких допусков, да, если бы не он, нас бы, конечно, не существовало, вернее, мы, может быть, бы и существовали, была бы какая-то другая радиостанция, эхо-масковая, да, так как есть там, допустим, радиокоммерсанты ФМ, оно существует вроде бы, но это совсем не то радио, которое когда-то начиналось. Вот эхо-масковая как бренд тоже наверняка существовал бы, но это была бы, не знаю, может быть, там радио музыкальное, радиостанция музыкальная, или бы радиостанция, где главным редактором был бы, так не знаю, Владимир Соловьев. Ну, что тут мечтать? У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ольга. Ксения, вот судьба ваших коллег, Асанжа, Ашоги, она, конечно, потрясла весь мир. Вот что-то подобное в России на таком уровне, ни один журналист российский, конечно, себе не может позволить. В основном, вы знаете, оппозиционеры, они достаточно какая-то жалкая роль. Вот скажите, вот вы пытаетесь что-то дать своим материалам, но где-то вы все-таки себя сдерживаете. Вот скажите, вот где вы себя можете вот так сдержать, чтобы не сказать, как это говорится, лишнего? Спасибо. А про что первая часть вопроса? Про Асанжа, который, видимо, пострадал за Викиликс, ну, его арестовали. Готовы ли российские журналисты пойти по такому пути, то есть на такие жертвы, на которые пошел Асанж? Ну, я не знаю. Тут сравнивать сложно, потому что в Кио Асанже своя судьба и свой контекст, в котором он существовал, и своя история, и в конце концов страны совсем уж разные, абсолютно. Что тут говорить? Если говорить о журналистах, которые себя не сдерживают, а которые говорят правду, и которые, боже мой, конечно же, они есть. Ну, конечно же, они есть. Ну, мы про это уже говорили, просто риск, конечно, другой совсем. Другие риски. И даже не знаю, кого вам назвать, кто из сегодняшних, боже мой, давайте я про наших скажу. Ну, не знаю, вот Ильтер Шендерович, который, безусловно, журналист, хотя мы его представляем как писателя, но он журналист, абсолютно бесстрашный. Давайте назову Сергея Пархоменко. Абсолютно бесстрашный, я считаю, журналист. Давайте назовем Юлю Латынину, которая тоже разная, да, можно как угодно оценивать ее высказывания, но то, что она бесстрашная, безусловно, да. Так что нет, конечно же, есть. Конечно же, есть. Другой вопрос, что, опять же, возвращаясь мы к этой теме, что тяжело, что очень многим приходится покидать эту землю родимую, потому что тяжело существовать в этом душном пространстве. Я понимаю тех, кто уехал, кто работает, продолжает работать журналистом. Я понимаю, я вот горжусь своими товарищами, которые работают в Украине, в украинских СМИ, русскоязычных. Это тот же Аркадий Бабченко, и Айдер Муждабаев, и Матвей Гонопольский, Евгений Киселев. Это вообще цвет российской журналистики. Ну, что делать? Такая ситуация. По поводу Шендеровича, вы упомянули его. В 2015 году была такая новость, что с сайта радиостанции «Эхо Москвы» была удалена и расшифровка интервью, и запись как раз с писателем Виктором Шендеровичем. Он в этом интервью как раз упомянул о публикациях, в которых якобы указывал на связь президента России Владимира Путина с криминалом, потом обвинил власть в распаде страны, и позже с сайтом, как я уже сказала, было все это удалено. Но уже определенное количество просмотров, это видео набрало там около 50 тысяч, по-моему. В связи с этим у меня вот такой вопрос, есть ли цензура «Эхо Москвы»? Да нет, конечно, цензура нет. Но бывает, я могу объяснить, эту историю я помню, но смутно, поэтому боюсь ошибиться. Такие случаи у нас бывают. Я вам скажу так. Конечно же, мы, поскольку существуем на территории Российской Федерации, являемся, собственно, зарегистрированной территорией Российской Федерации, мы вынуждены подчиняться тем законам, которые действуют на территории Российской Федерации. Поэтому можно назвать цензурой, когда удаляются какие-то фрагменты или расшифровки, что-то еще. А можно назвать это, скажем так, рекомендацией наших юристов, поскольку все-таки подставляться не очень хочется. Одно дело, когда в прямом эфире прозвучали какие-то слова, которые в прямом эфире прозвучали, и ты за них не несешь ответственность, если это говорит твой визави, твой собеседник. А другое дело, когда это появляется уже в печатном виде на сайте. За это уже несет ответственность, собственно, радиостанция или сайт радиостанции. Я думаю, что только с этим связано. Поэтому никакой цензуры нет. Есть какие-то предпочтения свои. Они есть, мы же все живые люди. Есть, например, люди, которых я не позову никогда в эфир. Вот не позову. Это мой личный стоп-лист. Например? В связи с моими личными пристрастиями. Зачем я буду вам говорить? Нет. Есть люди, которые мне так вкладывают все личные отношения, которых я больше не позову. Или степень моего презрения столь глубока, что не позволяет мне с этим человеком даже вести какую-то приличную беседу в прямом эфире. Но это не значит, что им запрещен ход на радиостанцию «Ихо Москвы». Их позовет кто-то другой. Понимаете? У Алексея Виндиктова тоже есть свои личные предпочтения, но он их нам не навязывает. Я вот знаю, например, несколько человек, с которыми он вообще не разговаривает. Вообще не разговаривает с ними, в принципе. Они находятся в состоянии какой-то улучшивой вражды. Но он не запрещает этих людей звать в эфир к кому-то другому. Так что в этом смысле можно назвать это цензурой? Нет, конечно. Это частный выбор каждого журналиста и ведущего. Вот вопрос от Елены в Фейсбуке. Несколько вопросов. Такой блиц. Я попрошу вас на них по возможности коротко ответить. Вот первый вопрос от Елены. Есть ли у вас кумиры в журналистике? Сложный вопрос. Нет, сейчас нет. Еще спрашиваю, кому бы вы не подали руку ни при каких условиях? Не скажу. Стать журналистом – это ваш личный осознанный выбор или были метания в поиске себя? Частично вы ответили уже, конечно, в начале нашей программы. Личный осознанный выбор. Существует ли у вас табу, спрашивает Елена. Ну, конечно, как у любого нормального человека. Есть вещи, которых я стараюсь не касаться. Но они с политикой не связаны никак, поверьте. Это лично мои личные суеверия, которые связаны, скорее, с какими-то частностями, частной жизнью человека, с вопросами жизни и смерти, с вопросами религии. Есть вещи, которые мне не касаются. Вот и четвертый, завершающий вопрос от Елены. Приемлема ли в вашей работе ненормативная лексика? Да. В смысле? В моей работе приемлема. Но она неприемлема, к огромному сожалению, действующему законодательству российскому. Запрещено. употреблять такую лексику. Я и пользуюсь в быту, ну и, естественно, в социальных сетях, где пока еще никто не запрещал. Не считаю, что ничего страшного нет. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Академ Баступин». Журналист Ксения Ларина была гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго.